так сегодня у нас 16 декабря первый день хануки первый день ханука это ханука праздник ханука это 25 эти слева сегодня до 25 эти слева и начинается на сегодня будет не по мишли урок а по потому что вообще какой в этом смысл в этой хануки почему что вообще нужно делать какая в ней заложена духовная работа потому что все все еврейские религиозные праздники они только называются праздники да но вернее как вернее слова праздники она она пошла от кого слова это праздность праздность то есть не не работать и еврейские праздники в них вот этот аспект не работать он имеется ввиду не работать обычную работу но работать другую работу то есть даже шаббат шаббат это не день отдыха а это день отдыха день остановки само слово шаббат это день остановки от той работы которой бога бог занимался И праздники, они просто остановка от привычного, рутинного режима деятельности и переход на какую-то другую деятельность, которую надо делать именно в этот праздник. Каждый праздник имеет свое духовное наполнение. Это как тренинг. Причем интересно, что если делать те же самые действия в другой день, они не окажут никакого действия. То есть, если человек весь год ест мацу, то ничего он хорошего не делает. То есть, это не заповедь. Только если он ест мацу в Песах, в этот момент включается действие заповеди. Если человек зажигает каждый день по свече, как хануку, одну, две, три, четыре, ничего не происходит. Именно в это время, делая вот это действие, все соединяется. Теперь, значит, праздники в иудаизме – это время для специальной работы духовной, работы над собой, с помощью определенных действий, определенных мыслей, можно из этого дня извлечь какое-то особое влияние, которое в другой день получить невозможно. Теперь, сейчас наступает ханука. Все говорят много, почему она наступила, а как она наступила, в честь чего вообще возник этот день. Да, это не праздник истории, это не то, что было вложено сразу в праздники, который Бог сказал. Есть там три шалош-ри-галим, три праздника, когда шли в храм. Это Песах, Сухот, Шавот. А есть ханука, это постановили мудрецы. Но есть намек на хануку, уже есть в Торе намек, когда приносили все главы колен в первом передвижном храме, в Мешкане, еще в пустыне, они приносили жертвы, то Аарон, он зажигал свечи. И оттуда учится, что потомки Аарона будут зажигать свечи во всех поколениях. И получилось так, что именно потомки Аарона, коины, священники, во времена хануки, это было примерно 2300 лет назад, это были времена, когда Греки, они властвовали практически над всем миром, и над Израилем тоже. И был момент, когда была опасность на духовном уровне вообще уничтожения народа Израиля. То есть Греки, они хотели уничтожить вот эту вот идею служения Богу, идею единого Бога. И евреи, народ, который был носителем этой идеи, народ священников, весь народ, народ священников, Греки хотели полностью уничтожить вообще эту идею, как идею. И многие евреи, они приняли их ход мысли, взгляд на мир, то есть идея Бога из мира уходила, 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 то есть мир погружался в темноту. И именно интересно, что когда мир погружался уже в полную темноту, то есть в храм занесли идолов, вообще было уже, ну как бы все, жертвы не приносились, храм, Иерусалимский храм, это место, которое построил царь Соломон Шлома Мелох, он построил как дом Бога, в нем стояли идолы, и они приносили просто для смеха в жертву свиней, приносили там. Ну то есть они просто говорили, все, значит, схема не работает. Бог сотворил мир, мы вообще ничего не знаем. И Гретьи там они делали, такие были, как во времена потопа, до потопа, они исказили реальность, вся плоть извратила свой путь. Также Гретьи они тоже извращали свой путь. Например, тот же Александр Матидонский, он был официальный гомосексуалист, который спал там, ну со всеми с ним только мог спать. И они, например, извратили спартанцы, они убивали маленьких детей еще в младенчестве, да, то есть для них человеческая жизнь вообще ничего не стоила. То есть они, в принципе, вот эти идеи Бога, идеи добра, там, почитать, займать свою, они все это отрицали. Они шли вообще в другом направлении. И они, вот этот святой народ, да, народ Израиля, они начали уже поворачивать в свою сторону. И шло все темнее, темнее, темнее. Была вот настоящая уже темнота. Причем интересно, что Ханука, она же выпадает во время, когда самый короткий день. Когда самый короткий день. То есть вообще самая длинная ночь, самый короткий день, вот как раз в декабре, и мир погружается в тьму, вообще в тьму. И в этот момент священники из рода Аарона, священники, которые служили в храме, они, там была семья, вот чуть ли не последняя, которые еще продолжали служить Богу. И они, значит, когда греки и их приспешники заставляли, вот они взяли этого старого священника, и говорят ему, там, приноси в жертву свинью, он говорит, не буду, съешь публично некошерное, он говорит, не буду. Они ему говорят, ладно, съешь, мол, кошерное, но скажи, что ты ешь свинину некошерное. Он говорит, нет, я не буду. В общем, они, когда на него сильно носили, он говорит, кто за Бога ко мне, выхватил, ему там за 90 лет было уже, но он все равно достал свой меч, и этого грека, и которые евреи были вместе с ним, он его убил. И к нему подскочили его сыновья тоже, и они, значит, начали это восстание. И они шли на смерть. В принципе, они не шли побеждать, не было, ну, нереально было победить, но они шли во имя небес, именно во имя Бога шли на смерть. И тут вдруг с неба начали происходить открытые чудеса. То есть они греков этот отряд разбили, потом греки послали новый отряд, они их тоже разбили. Потом к ним начали присоединяться еще люди. Они начали войну против греков, ну, то есть там партизанская война, и армия за армией они разбивают греческие профессиональные войска и освобождают Иерусалим. Освобождают Иерусалим, выбрасывают идолов из храма, и в храме, значит, но они уже, они поняли вот эту вот главную идею, что когда ты идешь во имя Бога и идешь до конца, не глядя ни на что, то Бог в этот момент точно так же начинает делать чудеса. То есть когда ты во имя Бога, во имя духовности начинаешь идти до конца, Бог делает чудеса. И когда они зашли в храм, то, когда они зашли в храм, то там был один кувшинчик масла, которое было чистое масло. И они, в принципе, могли, могли там, даже они могли залить священие храмовое, и масло, которое было не, ну, не чистое, не специально для этого изготовленное, могли оливковое масло, но не ритуально чистое. Но они сказали, нет, мы идем до конца, то есть мы делаем только то, что сказал Бог, и только в самом идеальном варианте. И Бог сделал для них чудо, масло горело восемь дней. Это как бы внешняя сторона событий. И с тех пор, и с тех пор, значит, зажигаются свечи. Каждый год в это время зажигаются свечи. Одна свеча, вторая свеча, третья, увеличивается свет. То есть с каждым днем увеличивается на одну свечу количество свечей, и так идет до восемь свечей, восемь дней ханати. Теперь это была внешняя, как бы, канва событий. Теперь чему она нас учит? Здесь есть вот такой Рав-Илягудеслер, который очень глубоко разбирал разные такие, ну, разные аспекты иудаизма. И вот он здесь про это говорит интересные вещи. Что главное было в их, ну, как бы во всей этой истории, главное было это то, что Хашмонаим, Хашмонаим, это семья, их назвали Хашмонаим. Вот они отдавали своей жизни для того, чтобы светил свет Торы. То есть они готовы были умереть, но чтобы свет Торы остался. Свет Торы, который, это как свет Бога. И вот это, оно не может исчезнуть в мире. Оно не может исчезнуть в мире, потому что если не будет этого Божественного Света в мире, то и мира не будет. То есть когда, когда Грети думают, что уничтожив знание о Боге, можно остаться, остаться, то это нереально. Это уже пробовали люди до потопа. Они пробовали, как можно жить без Бога. Нельзя жить без Бога. Бог создал мир, и он не может допустить. Он до какого-то времени ждет и может терпеть. И он дает грешнику возможность повернуться. И он хочет, чтобы человек, ну то есть Бог же добрый, он ради этого создал мир, чтобы давать добро. И он ждет все время, что грешник сделает шаг назад, назад, назад. Но когда уже пройдена вот эта граница, граница как индикатор, да, включается, что все, у мира не хватает заслуг для того, чтобы существовать. В этот момент Бог, он стирает этот мир, как было первый раз во время потопа. Второй раз это было... Не, второй раз это было не во время... Вавилонская башня. Вавилонская башня, но там он не стер мир, а он, что он сделал, он сделал невозможным... То есть в то время было так. Большинство людей тогда договорились идти против Бога. Вавилонская башня. Они, именно это было ритуальное сооружение, в котором они объединились для того, чтобы закрыть для Бога возможность управлять этим миром. Теперь, когда они это делали, то Бог взял, смешал языки и сделал так, что они не могли уже больше договориться друг с другом. Но тогда не весь мир шел против Бога. Тогда были те, кто за Бога, те, кто против Бога. Просто было очень много тех, кто были против Бога. Теперь... Ну, в первый раз мы можем сказать, что Содом и Гамора... Это в отдельно взятом месте, Содом и Гамора, когда у людей не было заслуг уже больше на существование. То есть в том месте не было даже десяти праведников. И когда нет даже десяти праведников, то у этого места нет заслуг уже в этом мире существовать. Интересно, сейчас стало мне понятно, вот эта история «Десять праведников» она связалась с историей, когда римляне, уже не греки, а римляне, они убили десять великих мудрецов. И они убили этих десять великих мудрецов, их прямо казнили. И есть в Талмуде разбирается вопрос, когда ангелы спрашивают Бога, что вот эта Тора, это награда за Тору, что это десять самых величайших таких вот цадиков, праведников, которые, каждый из которых он с радостью отдавал жизнь за Бога. Но они же были праведники, и такая для них награда. И Бог сказал, что молчите, говорит, или я уничтожу мир. И этот ответ Бога ангелам, он очень сильно разбирается, что за ответ такой, да, что он им ответил. Молчите, или я уничтожу мир. Так Раф Пинкус, такой был Раф, великий праведник, он объясняет этот ответ таким образом. Он говорит, что я могу остановить эту казнь. То есть это ничего сложного. И они даже, эти сами мудрецы, могли остановить эту казнь. Они обладали таким влиянием на мир, и цадик, праведник сказал, Бог выполнил. То есть они обладали невероятным влиянием на мир. Но, говорит, если сейчас, если они не погибнут во имя Бога, то есть то, на что они шли, они шли с радостью на смерть во имя Всевышнего, то у мира не останется вот этого духовного уровня, для того, чтобы существовать. Да, если я сейчас их спасу, но они, их смерть, она подняла вообще смысл существования людей. То есть Бог создал людей и мир для того, чтобы люди духовно росли и шли к Богу. Теперь, если в мире живет 7 миллиардов людей, и из них 6,5 миллиарда вообще про Бога не думают, остается полмиллиарда. И эти полмиллиарда, если у них хватает, ну, например, если у них хватает их духовного света, который они создают, думая о Боге, молясь Богу, благодаря Богу, там, делая заповеди, если его хватает, чтобы у мира этого была заслуга существования, да, тогда нормально, мир еще как-то существует. Но если они уже начинают производить мало этого духовного света, тогда есть и единицы, которые там говорят, что весь мир существует, есть 36 скрытых цадиков. В каждом поколении есть 36 скрытых праведников, которые вообще полностью, каждую секунду своей жизни, они живут только ради духовного света, ради Всевышнего. И если даже этого не хватает, допустим, эти 36 праведников там ушли в отпуск на какое-то время, и тут у мира резко снижается давление, духовное давление в этой системе, тогда и вот в тот момент вот эти вот 10 великих мудрецов, они спасли мир. они спасли мир, чем они пошли умереть во имя Всевышнего. То есть они каждой своей смертью создали такой взрыв духовного света, что у мира еще там на тысячу лет хватило в аккумуляторах вот этой духовности. Потому что, если мы посмотрим на то время, как люди жили, то есть, ну, просто были звери какие-то, да, там, ну, вот просто еще лет, там, тысячу лет назад, да, все эти вот, там, татаро-монголы, то есть они в город заходили, живьем снимали шкуру с людей, там, на колы садили. Петр Первый, великий просветитель, у его жены, у жены был любовник, он про это узнал, отрезал любовнику голову и заспиртовал, поставил ей на тумбочку возле кровати. Великий просветитель Петр Первый, да, такой интеллигентнейший человек, добрейшей души. Ну, то есть, это в то время было вообще нормально, люди были не как сейчас, доброта, толерантность и так далее, то есть, как бы, вообще такого не было. Иван Грозный вообще вырезал там всех, кого можно было вырезать, включая своего сына, да, ну и так далее. То есть, у мира на тот момент заслугу для существования мира составляли только те, кто служили Богу, единому Богу, от всей души добрые, святые люди. И когда, и когда Гретьи, когда Гретьи, они хотели, прямо они, как темная такая туча, они насели на еврейский народ, они прямо убрали духовность, в этот момент, как раз Матитьяу, его сыновья, вот эта вот семья последняя, они сделали то же самое, что когда-то сделали, что через 300 лет после них сделали вот эти 10 мудрецов своей смертью. Они шли умирать на Бога, за Бога, но Бог говорит, возможно, другой вариант. И они начали побеждать, они начали убивать врагов, они начали, освободили храм, они в храме опять зашли, храмовый светильник, и опять началась служба, и 200 лет просуществовало их царство, да, то есть, они установили царство, говорят, что тоже была в этом их ошибка, потому что они были, они были семьей священников, а в Израиле священники и цари это разные семьи, царями должны быть из рода царя Давида, но они, так как я не знаю, почему на то время они не нашли никого из рода царя Давида, может быть, они стали сами царями, и интересно, что вся их семья потом была уничтожена, вырезана, потом, когда были дворцовые перевороты, они уже тоже, ну, чуть-чуть в своем, в своем уровне служения, они, видно, где-то тоже стали чуть-чуть не в ту сторону идти, то есть вся их семья была вырезана, уничтожена. А дальше уже известная история, когда в конце, перед разрушением второго храма, там уже был полный беспредел, был храм, но интересно, что должность первосвященника уже покупалась, и во времена второго храма сменилось более трехсот первосвященников, потому что, когда первосвященник заходил в святая святых, если у него были нечистые помыслы, если у него было, именно хоть одна нечистая мысль, он прям там же умирал. И они покупали должность, одевали золотые одежды, то есть это было почет, почет. Заходили в Йом-Типур, в святая святых храма и умирали. И так было 300 человек, сменяли один за другим, и все равно покупали должность, потому что это была тяга к почету, тяга к власти, ну и так далее. То есть это была ужасная вещь. И был второй храм разрушен, то есть там, где есть большая святость, там же очень сильны силы, силы нечистоты. И каждый раз, в момент, когда приходит большая святость, ей встают навстречу равноценные же силы духовной нечистоты. И, ну вот он об этом как раз говорит здесь, а в чем была причина вот этого вот уничтожения, почему греки хотели все-таки уничтожить. В чем была причина вот этого вот духовного падения. И вот он объясняет, что как только наступала недостаток в духовности в народе Израиля, то есть как только главные интересы переходили на материальную сферу, в этот же момент возникала эстер по ним, то есть Бог, он скрывал свое лицо. То есть Бог в этом мире действует и для каждого человека в отдельности и для народа Израиля и для целого мира. Он действует по принципу та мера, которую человек меряет, меряет ему. И значит, если человек делает шаг к Богу, Бог делает шаг к нему навстречу. Если человек делает шаг от Бога, Бог делает шаг от человека. То есть получается каждый мой шаг, если я делаю шаг к Богу, то Бог ко мне приближается на два шага. Почему? Потому что на мой шаг и на его шаг образно. если я делаю один шаг назад, то Бог от меня отдаляется на два шага. Потому что и Он от меня отделяется тоже. Я на один и Он на один. Я на шаг приблизился и Он на шаг приблизился. То есть Бог, Он отвечает на твое действие. только один к двум нам говорили, что на острие и иголки не откройте, я вам открою все. Да, но это как бы другое сравнение. И значит, когда народ Израиля, у него есть недостаток в духовности, то тогда Бог скрывает свое лицо и в этот момент приходит к зира как бы постановление, тяжелое постановление на народ Израиля. И получается во времена Еваним, во времена вот этих греков, когда были эти греки, они хотели насильно повлиять на Израиль и убрать свет Торы. Теперь это говорится в Медраше Берешит Раба. Написано так, что когда в самом начале Берешит написано и темнота Альпней Теом, была темнота над бездной. Что за темнота? Это царство греков, это царство греков, которые, 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 они закрывали темнотой глаза Израиля своими своими постановлениями. То есть они специально хотели, чтобы евреи не служили Богу. И это и была причина к зире вот этого постановления на уничтожение. Значит, ну, дальше он приводит из Талмуда интересную историю, как шел один человек, а это был великий мудрец Тана Йоси Бен Тисма, и он шел по пути, шел он по пути, и встретился ему один человек, и сказал ему этот человек, этому великому мудрецу, он ему говорит, давай, приходи жить в наше место, приходи жить в наше место, я тебе дам столько-то и столько-то денег, то есть будем тебе платить хорошую зарплату, приходи жить в наше место. А он ему говорит, нет, говорит, я не приду, даже если ты мне дашь все золото и серебро, которое есть в мире, я буду жить только в месте Торы, то есть в то место, он его, видно, приглашал в какой-то нерелигиозный такой город, И так далее. Но вот этот вот Раби Йосип бен Кисма, он не был Шалехом Хабада, он не был Хабадником, видно точно. Потому что он сказал, я в это место темное не поеду. Почему? Почему он не хотел ехать в это место? Потому что он боялся жить в этом месте, не в месте Торы. Потому что это место сможет на него повлиять. Несмотря на то, несмотря на то, что он был очень-очень такой вот серьезный и великий мудрец, но он боялся жить не в месте Торы. Почему? Он знал, что оно может на него повлиять. Есть Мишнав Пертьявод, который говорит, что это будь как ученики Аарона. Ученики Аарона это, ну, Аарона Коэна, первозвященника. Будьте как ученики Аарона. Люби мир. Оэв шалом. Верудев шалом. И гони за мира. Оэв это Бриот. Люби Бриот. Люби Создание. Вэми Карван Ли Тора. Значит, и приближай их к Торе. Не написано, что приближай Тору к ним, а написано, приближай их к Торе. То есть, с тем поведешься, от того и наберешься. И каждый, даже самый великий мудрец, он, взаимодействуя с внешней средой, он может от нее набраться. Поэтому, поэтому здесь, опять же, опять же, что делать? Не влиять, вот мне, например, удобно. Я через YouTube провожу уроки Торы. А, например, если бы я проводил не через YouTube, я вот на экране вижу себя, и нормально. А если бы я пошел бы проводить урок Торы на пляже в Герцелии, например, да, ну, где-нибудь, то неизвестно, что бы на кого бы сильнее повлияло. И поэтому, поэтому он отказался жить. Говорят, что это присылали пророка Ильяу, чтобы он его проверил. И он выдержал проверку. Это написано, говорил Равхайм Миволожин, что от имени святых книг, что один человек, который встретился в Рабиосе Бенхисме, Бенхисме, это был Илья Уанави. В общем, в общем, здесь сложная такая система. Значит, с одной стороны, надо влиять. С другой стороны, надо жить в том месте, где на тебя оказывается позитивное влияние. Потому что каждый из нас, он должен и набираться Торы, и влиять, и так далее. Ну, в общем, что если взять практически? Практически, Ханука нам напоминает, что если ты, если ты идешь от всего сердца в сторону Бога, то Бог тебя спасает даже от врага, который в тысячи раз тебя превосходит. Да, но ты должен от всего сердца, во имя небес. И как раз вот этот вот момент, когда шалияхи, некоторые посланцы, да, которые идут нести Тору людям, они преуспевают, а некоторые не преуспевают. И вот здесь он приводит разницу, что в этой ситуации, когда есть опасность, то очень сильно, очень сильно силы зла, они, они, ну, они начинают, как бы, противостоять. И здесь получается, вот, двойная опасность. То есть, человек, который, который несет свет Торы, он, он, уже одним этим, он против себя включает силы зла. Теперь, есть, но Бог ему помогает. Вроде бы, все очень, равновесие есть. Но, если он при этом уходит в опасное место, а место, где нет Торы, это опасное место, то опять, у сил зла есть на него больше, ну, большее влияние. Поэтому, здесь все-таки нужно... А если вдвоем? А если вдвоем, смотрят с кем? То есть, опять же, а если он еще не во имя небес, если у него есть мысль, что он это делает во имя славы, во имя денег, во имя чего-то еще, то, то очень это сложная ситуация. Поэтому, поэтому, что мы в Ханку учим? Каждый день мы зажигаем по чуть-чуть. Во-первых, мы учим, что не прыгать, не прыгать, не скакать через ступени, а идти, увеличивать количество света по чуть-чуть, чтобы сильно не уносило. Второе, что мы учим, что мы должны опасаться вредных влияний, таких, как Грети, как все вот эти вот небожественные источники, там, философские и так далее, потому что от них все равно идет какой-то, какой-то осадок, да, остается. Даже если ты понимаешь, что это все неправда и так далее, но все эти фильмы, книги и так далее, они, они могут повредить. И третье, что мы учим, что, что нужно жить вместе Торы, нужно жить вместе Торы, потому что, потому что только в этом случае ты можешь быть спокоен за то, что ты все время впитываешь этот свет. Вот три основные вещи, которые мы учим из Хануки, и чтобы Бог нам всем помогал зажигать божественный свет, потому что Нер Митсва, написано, каждая Митсва это свеча, и Тора это свет, Тора это свет, а Дерах Ахаим, путь к жизни, что это? Это нравственные, нравственные исправления, то есть нужно себя, вот, нравственно исправлять, исправлять и исправлять. Все, хану Касаме, хану Касаме. Хану Касаме.